А вот эти вот гарниры, там всякие, картошку тоже пока, ну, немножко воздержусь от нее, да. Ну, сейчас уже можно закрыть крышкой все это и дать еще минут 5-10 потушиться. Особых усилий применять не приходится. Раз-раз и готово. Все. Скажу нормальный фильм. Есть интрига, есть детектив, расследование. Мне кажется, вот детям это то, что поинтереснее будет. Хотя и молодежь тоже с удовольствием это сделает. Всем доброе утро, девочки мои. Проснулась я сегодня в 7 часов. И вот сейчас открываю окно, смотрю, тишина. Птички не поют. Они, оказывается, поют только в 5 утра. Наверное, для них уже все. Утро закончилось. А в остальном все так же. Все так же. Листики легкие трепещутся чуть-чуть. А ветра практически нет. Даже нет, можно сказать. И уже 27 градусов. 27 градусов. 7 утра. Сботнее утро. Люди, наверное, сейчас засобираются и ломанутся на пляжике. Только вот я там дальше смотрю, туманчик. То ли это туманчик, то ли это что такое. Батайск весь какой-то как в тумане. Еле видно. Может быть, дождик сегодня будет. Ну, посмотрим. Иду пить кофе. Еще раз всем доброе утро. Девочки, кофе попила уже. В общем, уже 8 часов. И я решила сделать сегодня уход. Во-первых, сегодня у меня свободный день выходной. И я уже думаю, сегодня мне нужно будет вечером сходить, заказ Фаберлик забрать. Но если он не очень поздно будет. Если он сегодня будет. Ну, короче говоря, думаю, раз у меня такой свободный день, нужно же поухаживать за собой. Вот, поэтому я сейчас волосы соберу. И сделаем уход для лица. Карбоксотерапия. Сейчас я вам покажу. Жара сегодня с самого утра. Я так думаю, что жара уже, наверное, возвращается. Скоро опять будет нереально жарко. Открыла вроде бы дверь. А оттуда прям горячий воздух пошел. Закрыла дверь, включила сплит. Вчера у меня сплит работал до 11. В общем, опять прячемся в жару. В общем, я сегодня хочу сделать вот такой вот уход. Три шага. Это от Фаберлик. Кислородный уход, в общем. Карбоксотерапия. Карбоксиокси называется. Вот, ну и заодно с вами поболтаем. Надо ж нам немножко иногда общаться. То-то-то так вот беготня, беготня. Все на ходу. Кстати, тоже вот это вот называется на ходу, да, я делаю сейчас. Значит, шаг первый. Это мы наносим. Сейчас я вам коротюсенько скажу, что мы сейчас наносим. В общем, шаг один это увлажняющий бальзам. Сверху мы наносим гель-активатор. Карбоксотерапия. Это экспресс-процедура для мгновенного сияния кожи. Кратковременное и дозированное увеличение СО2 в тканях. Способствует активизации микроциркуляции и более эффективному поглощению кислорода клетками кожи. Выравниваю в нее тона кожи, разглаживающие морщин. И улучшение тонуса упругости кожи. Дает быстрый результат. Позволяет выглядеть молодо, без уколов и без комфорта, связанного с реабилитацией после инвазивных процедур. Вот. Ну, в общем, процедуры не процедуры. Но сделаем мы эту процедурку сейчас с вами. Значит, первый шаг нам нужно нанести толстым слоем на лицо. И я сейчас возьму кисточку. Начнем это дело наносить. Уже распределить равномерно, не жалеючи. А второй шаг надо будет наносить строго, не выступая за контуры первого шага. Поэтому первый шаг мы наносим прямо щедро, везде-везде. Чтоб нигде у нас не оставалось процедур этих мест свободных. Господи, я иногда такие слова говорю, сама иной раз потом монтирую и думаю, что бы я там наговорила. Ну, я думаю, что вы меня понимаете, да, если я где-то что-то там оговорюсь, вы меня понимаете, что я говорила. Так, мы избегаем область вокруг глаз. Но первым шагом я чуть-чуть так побольше, обширность захвачу. Для того, чтобы потом второй шаг не щадить. Вообще не знаю, может быть кисточкой, не кисточкой. Может быть и руками можно было бы это нанести. Ну, пускай будет кисточкой. Решила сегодня с вами чуть-чуть поболтать. Мы потом немножко сегодня еще поготовим. А что я вам хочу поболтать с вами сказать, это то, что лето уже подходит к концу. У нас уже июль, можно сказать, закончился, да. И остался последний месяц лета. Я думаю, что надо налегать на овощи, девочки. Пока они есть у нас, тем более в августе, это самые дешевые они по цене идут. И нужно прямо налегать, налегать. В общем, я последнее время что-то так задумываюсь. Похудеть мне, конечно, слабо. Но, по крайней мере, я уже думаю, ну, надо хоть что-то сделать для себя. Поэтому я решила отказаться. Насколько меня хватит от углеводов, ну, от выпечки, пирожное, мороженое. По крайней мере, сладости, вот это все, я могу отказаться. Так, вот это первый шаг. Можно наносить на лицо, шею, области декольте. Но я нанесу на лицо, чуть-чуть на шею, в общем. На декольте я не хочу наносить. Мне не хочется. Так, все, я вот так вот еще сделаю. Вот так. Все, нанесла. Так, первый шаг мы нанесли. И теперь надо нам массировать 1-2 минуты, не смывать. Нанести потом следом второй шаг. 1 к 1 пропорции, но не выходить строго-строго. Прям пишут, не выходить за области первого шага. Массируем 1-2 минуты. Насыщаем кислородом лицо, чтобы быть красивой, девочки. Так вот, я, короче говоря, решила, девочки, избавиться от углеводов, от сладостей, чтобы свой вес не увеличивать. Если мне удастся его уменьшить, я буду стараться. Но, может быть, покушать меньше. Я не знаю. Я уже последнее время даже боюсь зарекаться, честно говоря. Потому что срываюсь, не выдерживаю. Мне уже трудно держать какие-то всякие диеты. Уже просто, ну, трудно не получается. Поэтому насчет похудения я говорить ничего не буду. Получится, получится. И дай бог, и хорошо. Вот. Ну, по крайней мере, приостановить вес. И просто побольше витаминчиков. Вот. Ну, насчет готовки я вам потом попозже буду. Уже мы на готовку перейдем. У меня есть баклажаны, есть кабачки. Что еще? Болгарский перец, помидоры. Вот этого добра у меня хватает. Поэтому я буду... Сегодня хочу сделать, наверное, икру потушить. Вот. В общем, начинаем второй шаг наносить. А он такой гелеобразный. Первый как крем, а второй такой как гель. В общем, кисточка аккуратно, избегая слизистых, чтобы не попало на слизистые глаз, губы, нос. Если попадет, надо смыть. Так пишут в инструкции. Наносим это сверху. На пять-десять минут второе средство наносим. Второе средство надо подержать пять-десять минут и удалить салфеткой излишки. Смывать не надо. Когда пройдет пять-десять минут, надо будет салфеткой удалить излишки и нанести вот этот третий шаг. А третий шаг, это у нас кислородная маска. Она содержит перфтор, декалин, пантенол, гиалуроновая кислота. В общем, растворяет кислород, доставляет его в глубокие слои кожи, смягчает, восстанавливает, интенсивно увлажняет и разглаживает кожу. Вот такое средство. В общем, ничего смывать не надо. Все. Второе средство мы удаляем салфеточкой. Сейчас я подержу. Ну, пока я намазывала там сколько, минуты две, может быть, намазывала. Ну и еще минут пять-семь подержу так, чтобы не передержать. И удалим. И потом нанесем третье средство. Будем красившие, прекрасившие. Я вообще не могу. Вот, насчет похудения, что вам хочу сказать. Худеть, в общем, пока я как бы не то, чтобы не планирую, я диету соблюдать, девочки, не могу. Мне, если прямо чего-то очень хочется, значит, все. Пиши пропало. Пропало все. Вот, но решила я все-таки убрать вот эти все булочки, все пирожные, мороженые. В общем, все углеводы, которые вредные. Единственное, что без хлеба, конечно, есть я. Не то, чтобы я есть могу без хлеба, но если есть диеты, убираю вообще все углеводы, да. Убираю там вот эти вот, ну, овсянку могу еще оставить. На утро это как бы бодрость, заряд дает. А вот эти вот гарниры, там всякие, картошку тоже пока, ну, немножко воздержусь от нее, да. Там можно ее редко-редко, там, ну, не знаю, там раз в неделю, а то еще реже, может быть, в вареную там съесть картошечку. Ну, желательно вот на гарнир. Я сейчас подумала, подумала, если у меня есть овощи, у меня есть котлеты куриные. И вот туда добавить еще какой-то гарнир в виде картошки, ну, это вот уже не очень хорошо. А если вместо гарнира, ну, сделать, скажем, икру, из овощей, просто вот разные овощи, да, это уже раздельное питание, все прекрасно можно кушать и прекрасно будет чувствовать себя желудок, все это хорошо. Единственное, что, конечно, вот хлеб, стараться покушать поменьше, прямо на минимум свести, если без хлеба не можете. А если можно, лучше отказаться. Но я уже от хлеба отказывалась, потом у меня начинается депрессуха такая, что я просто уже все, я срываюсь. Поэтому мне сейчас такой вот нету прям строгой-строгой задачи. Ну, на минимум свести хлебушек можно, да. Ну, насчет упражнений, конечно, нужно делать упражнения. Если вот хотите похудеть, то обязательно нужно. Без этого никак не похудеть. Поэтому насчет упражнений я не знаю. Вот у меня, например, два дня уже подряд я пила деклофенак, уже вчера на ночь даже намазала еще в области поясницы, спина. Просто болит, очень болит позвоночник. Может быть, мне пора уже опять цикл пропить артра. Ну, я пока еще понаблюдаю. Ну, вот такие вот у меня со спиной проблемы. Поэтому тут уже надо, знаете, учитывать, конечно, возрасте, вот эти болячки, которые они имеются. Но не хочу я о них говорить, честно говоря. Прямо настроение не очень хорошее. Так, время прошло. Удаляем салфеточкой. Удаляем излишки вот этого, сверху, который наносили мы. Вот. Прямо салфеточкой беру и удаляю. Ой. Ой-ой-ой. Думаю, раз я дома, у меня свободный день. Свободный сегодня. Не монтирую сегодня утром ничего. И бежать никуда не надо. Дел никаких срочных нету. Надо поухаживать с собой обязательно, девочки. Так, ну, вроде. Салфетки остались какие-то лохмотьи. Так, наносим третий шаг. На улицу идти не хочется. От этой жары не знаешь, куда деваться. Третий шаг, девочки, наносим. Не перепутайте. Но он отдельно упакован, поэтому трудно перепутать. Вот, включая сплит, достигает нужной температуры у меня комната, и тогда я чувствую себя вроде живой. Включила, потому что уже 29, мне уже прям нехорошо. Так, все. Так, все. Ну что, лучше стала я. Прям сразу вот так вот, раз и лучше стала я, да? Ну, по крайней мере, мне хорошо от того, что я сделала уход. Мне прям хорошо. Все, девочки, сейчас немножечко похожу. И, кстати, шаг третий. Его нужно нанести 5-10 минут походить и удалить излишки салфеткой. В общем, ничего смывать не надо. Ну, значит, не будем смывать. Вот, похожу минут 5-10. И салфеткой беру излишки. Ну, вроде бы у меня излишков сейчас уже как-то особо не чувствуется. Вроде как все впиталось. Но все равно удалю излишки, если они там будут. Девочки, прошло уже минут 5-7. Я смотрю, что у меня, в общем-то, все впиталось. Ну, на всякий случай, я просто возьму так полотенчиком. Потому что салфетки оставляют какие-то лохмотья на лице. Да, тут излишков никаких нету. Ну, просто протру. Все, вроде бы. Все хорошо. Так, ну что лицо прямо такое мягенькое, увлажненное, классное. В общем, поухаживали, сделали уход. Все. Ну, а теперь, что теперь? Теперь я сейчас сяду резать на икру овощи. Я уже икру вам показывала, как я делала. Что это за челка? Вот. Поэтому, что там вам показывать? Все режем кубиками и жарим на растительном масле. Чуть-чуть маслица. И, в общем-то, тушим. Да, тушим, пока не испарится вся влага, чтобы уже получилась икра. Так, ну, заколочки я ставлю. Чуть-чуть вот так вот еще подберу. Сейчас я включу телевизор. А я смотрела вчера, начала смотреть по Стивену Кингу Мистер Мерседес. Мистер Мерседес. Да, так и называется. Вот. Первый сезон посмотрела. Десять серий. Вообще, знаете, по Стивену Кингу. Я раньше читала книги Стивена Кинга. Еще как-то одно время в молодости увлекалась прям этим чтением. Книги, я заметила, гораздо интереснее, чем вот фильмы, которые сняты по мотивам романов Стивена Кинга. Поэтому, если у кого-то есть такие вот книги, там возможность почитать, ну, мне кажется, вот это чтение книги как-то интереснее. Ну, знаете, вот у меня, например, сейчас читать, начинаю какую-то книгу читать. И у меня через вот буквально там полчаса, час максимум, у меня начинают болеть глаза, потому что, может быть, уже очки надо другие поменять. Вот, но тяжеловато моему зрению. Я с удовольствием раньше читала книги. В бумажном варианте книги всегда мне как-то нравятся больше, как написано, чем вот по мотивам этих книг, снятых фильмов. Так, ладно, давайте пока еще утро, пока свежей силы, начнем делать икру. В общем, я туда показывать особо не буду ничего. Я туда кабачки, баклажаны, болгарский перец, помидоры, лучок и все. Вот это все тушится. Ну, можно сначала лучок чуть-чуть обжарить даже, чтобы он даже не румянился, а потом уже закинуть все остальное и помешивать. В общем, потом оно свой сок выдаст и потом поставить режим тушения, чтобы оно тушилось. Ну, крышку, может быть, не закрывать, чтобы вот эта вода, лишняя жидкость испарилась. И все, получается икра. Пока я просматривала блогера своих любимых, я уже успела нарезать овощи. В общем, у меня получилось вот столько много, поэтому я беру сотейник. У меня тут и болгарский перец, помидорчики, кабачки, баклажаны. Все одинаково, кубиками я порезала. Еще я взяла две небольшие луковицы, и вот сейчас немножечко обжарю, чуть-чуть, на растительном масле. Кстати, у меня сотейник фаберлик и вот эта вот лопаточка тоже удобная, фаберлик. Все у меня сегодня фаберлик. Вот такой у меня день сегодня выдался. Вот чуть-чуть, я даже не буду их особо подрумянивать. Сейчас немножечко обжарится лук. И закину туда все, все. И поставлю уже, ну сначала на троечки, чтобы все разогрелось хорошо. Потом на двоечку поставлю, и будет оно медленно у меня кипеть. Лук я обжариваю примерно 2-3 минуты, чтобы он так чуть-чуть, в общем-то, смягчился. Ну и чтобы масло приобрело вкус лука, это хорошо. Так, наверное, уже все. И сейчас я закидываю все овощи, тоже периодически помешивая. Будем жарить вот это вот все. Все, закидываю сейчас. Все, то, что сотейник получился полным, это не страшно. Пусть сядется в половину меньше станет икры. Ну вот икра у меня уменьшилась в размере, пополам примерно. И я поставила на двоечку, чтобы она ничего не подгорала, а просто тушилась. Периодически буду помешивать. Посолю уже в конце, можно зелень бросить, лаврушечку. Это уже на любителя. Так, ну пока у меня тушится икра, я проголодалась. Я думаю, что нужно мне пока съесть овсяночку, а икра будет с котлеткой у меня на обед. Все, овсяночку я вот эту брала в фикс-прайсе. Нормальная овсянка, мне она нравится. Ничего лишнего там нету, просто овсянка. Все. Ну вот, мое приготовление уже подходит к концу. Посолила, поперчила, лавровый листик бросила и добавила туда зелень. Все-таки петрушечку укроп чуть-чуть добавила. Все, у меня тут жижа вся испарилась. На двоечке стоит. Ну сейчас уже можно закрыть крышкой все это и дать еще минут 5-10 потушиться. И на этом закончится все наше приготовление. Все. Девочки, икра у меня готова. Я отставила в сторонку. Пока готовила, заметила, насколько грязная у меня плитка, плита кафельная на стене. Вот вам видно, наверное, загрязнение тут. Капельки жировые. Ну, саму печку я содержу в чистоте, но иногда тоже вот нужно ее очистить от этого всего. Ну и опять мне на помощь приходит фаберлик. Вот это средство для духовок и плит. И этим же средством я очищаю кафель на стене. Вот здесь прям вообще капли видно. Надо надеть перчатки сначала, взять губку. Я налила сюда немножко, небольшое количество геля вот это. И беру смоченную губку и начинаю протирать. Ну, начну я с самого загрязненного участка у меня. Это вот плита. В общем, нанести, подержать чуть-чуть. Минут от 5 до 30 можно минут. И удалить все мокрой тряпочкой. Если недостаточно будет, можно повторить. Ну, я обычно вот усилий никаких не прилагаю. Я вот это средство наношу, оно постоит. И потом чуть-чуть можно потереть, если где-то вот очень сильно загрязнено. И все легко, очень удаляется. Я даже никаких не прилагаю усилий. И вот тут вот тоже вокруг нанесу. Все вот стоит. В общем, прошло минут 5. Вот эту стенку я легко оттерла. Вообще, все уже отошло. А вот здесь вот прям сразу выделяется желтым, там где жир. У то его не видно было, а сейчас он выделился желтым. И в общем, губкой оно все легко удаляется. Особых усилий применять не приходится. Раз-раз и готовим. Все. Можно еще чуть-чуть сюда добавить. И потом все уже чистой тряпочкой. У меня губка грязная. Я обычно после этого губку выбрасываю. Потому что она в себя набирает весь этот жир. Все, в общем-то, все прекрасно оттерлось. Все замечательно. И теперь я все это отшлифую сухой тряпочкой, сухим полотенчиком. И прям зеркальная становится поверхность. Отлично. Все быстро, хорошо. И никаких особенно усилий я не применяла. Класс. Все блестит. Все, управилась я со своими делами всеми. Вот такой у меня будет сегодня обед. Вот такая корочка получилась. Куриная котлетка одна. Это одна котлетка пополам разрезала. Она большая. И кусочек отрубного хлеба. Все. На десертик у меня сегодня вместо компота будет арбуз. Вообще, я думаю, что лучше, наверное, есть арбуз, чем компот. Потому что в компоте вот этот сыпучий сахар вреднее, чем сахар, который в арбузе. Ну и продолжу я просмотр фильма. Второй сезон. Мистер Мерседес. Первая серия. Уже смотрю. Все, девочки. Вышла я иду за заказом Фаберлик. На улице такая духотища. Мне кажется, жара возвращается. Дома прямо сплит. У меня оазис. Классно. Ух. Вот эту люблю я теневую олеечку. Прямо по ней пройтись. Хоть не на солнце. На солнце находиться просто ужасно. Значит, начала я сегодня смотреть второй сезон. фильм «Мистер Мерседес» по Стивену Кингу. Ну, в общем-то, ничего так. Ну, скажу, нормальный фильм. Есть интрига, есть детектив, расследование. Ну, дети 18+. Там, ну, есть некоторые такие моменты не для детей. И, кстати, посмотрела я еще сериал «Клиника счастья» недавно. Такой легкий фильм. В общем, я с ним и с этим фильмом отдохнула, честно говоря. Ну, тоже 18+. Там есть пикантные сцены не для детей. Вот. Так что приду домой. Покажу вам заказик «Фаберлик». И буду досматривать своего Стивена Кинга. Все, девочки. Пришла я домой. Зашла по дороге в «Магнит». Купила я там вот эти магнитовские мюсли. Решила попробовать. Ну, и вот эти мюсли, которые я обычно беру всегда. Ого! Ну, в «Магните» с бананами. В «Пятерочке» с бананами не видела. Маленький батончик со трубями. Взяла вот это вот «Антартик Крель». Надо морепродукты иногда есть. Взяла классический. Взяла желе с клубникой, с малиной. Ну, желе вообще мне врач рекомендовала есть тогда, когда я снижала холестерин. И вот взяла кефирчик. Йогурта нету там такого. В такой же упаковке я брала йогурт в «Пятерочке». Но здесь кефирчик. Ну, ничего. Попробую мюсли с кефиром. А еще я зашла в ларек и взяла себе фрукты, ягоды. Малина, я смотрю, уже отходит. Взяла стаканчик малины. Голубика вот эта крупная. По 800 рублей килограмм. Ну, взяла персики. Слива вот эта сладкая уже хорошая. Буду баловать себя фруктами. Ну, вот, девочки, принесла я свой заказик в «Фаберлик». Ну, давайте посмотрим, что я там заказала на этот раз. Кое-что есть новенькое, кое-что есть старенькое. Давайте посмотрим. Так. Вот новый каталог. Вот такой симпатичный каталогик у нас на следующий период. Девочки, заказала я, наконец-то, майонез легкий. Вот такой легкий 20% майонез. Я уже подумывала давно заказать. Я, на самом деле, вообще майонез использую редко. Но жирный майонез, вот из-за того, что он жирный, я его использовать не люблю. Ну, а здесь майонез 20% без сахара, соль с пониженным содержанием натрия, натуральные пищевые волокна, содержит коллаген. В общем, относится к полезным продуктам. Соус провансаль легкий. Попробую. Ну, я знаю, что такие соусы, они обычно на вкус, как майонез, а в то же время легенький. Классно. Заказала. Вот внучка любит у меня с майонезом кушать макароны и сосиски. Я майонез вредный ей не люблю давать, а вот такой майонез буду с удовольствием ей давать. Так, девочки, из старого я заказала себе краску. Обычно я всегда вот этой краской крашусь. И это ботаника 10.0, липовый мед. В общем, две штуки заказываю. Я сразу по две штуки беру, чтобы уже... Потому что крашусь я где-то раз в три недели, раз в месяц. Дальше заказала бальзам для волос. Это для окрашенных и мелированных волос. Тоже ботаника. Шампунь точно такой же у меня есть. А вот бальзам закончился. Я заказала. Концентрат я взяла для окрашенных волос. Для окрашенных и блондированных. Взяла две штуки вот такие. Я обычно добавляю их всегда в красочку. И все. И незаметно для меня вот это... Все это с краской. Ну, там что-то действия какие-то происходят. Но на самом деле я не замечаю, что происходит. Так. Заказала еще девочке гель для стирки. И вот сегодня как раз утром я легкую стирку делала. И вот когда я делаю стирку быструю или в холодной воде, либо быстрая, там стиральный порошок не успевает на самом деле раствориться нормально. Поэтому я тогда добавляю гель. Вот этот колор для цветного белья. Ну, и белое, и цветное я все стираю вместе. В общем, вот этот вот гель. Ну, и ультракондиционер для белья. Это ароматерапия. Тоже это вот с запахом цветочков. Каких цветочков сейчас скажу. Это восточный пион. Вот такие. Так, еще я заказала, девочки. Вот все-таки я пробую разные другие гели для душа. Но тем не менее я обратно возвращаюсь к гелю Бон. Мало того, что, ну, здесь он недорого стоит. Такой хороший объем. И запах тропический. Там, ну, запахи разные. Вот это Непал я взяла. Это Мехико. Цветочки там всякие. Вот такой летний запах. Он хорошо распенивается. Очень экономный. И, в общем, я взяла уже два сразу. Взяла две бутылочки одинаковые. Одинаковые. Одну я Насте отдам. Потому что Насте в рюкзаке, там, где она ходит в спортзал, там лежит бутылочка. А другой рюкзачок, с которым она ходит в садик. Вот чтобы не перекладывать туда-сюда бутылочку, я и заказала вторую. И все-таки решила заказать я бутылочку для себя, девочки. Сколько ж можно. Хоть она и детская, но на самом деле вот этот пластик, это такой пластик, который подходит для воды. Вот эти пластиковые бутылочки, которые я беру в магазине, ну, туда уже повторно использовать нельзя. Притом вода уже повторно, она начинает уже какой-то запах приобретать. Ну, в общем, какая-то невкусная вода становится. Думаю, да в конце концов, ну, если нету с рисунком взрослым, возьму я себе рисунок детский, какая мне разница. Я буду наливать сюда там какой-нибудь напиток себе или воду просто. Потому что я на улице все время хожу с водой. И через каждые 50 шагов мне уже хочется пить. В общем, решила бутылочку себе такую взять. И пусть она у меня тоже в пакетике моем бултыхается. Побаловать себя решила. Пока эти бутылочки есть, чё б не взять. Кто-то из вас может спросить, почему я Денни не беру. Потому что Денни может заказать мама. Она все время делает заказы в Фаберлик. Поэтому то, что Денни нужно, она сама заказывает. Я туда уже со своими этими заказами не лезу. Девочки, взяла парфюмированные наклейки. Мне взяло такое любопытство. Это наклеечка. Вот так наклеишь её куда-то там на руку, на кожу. И она вроде бы как должна издавать парфюм какой-то. И удаляется вроде бы легко. Написано просто маслом удалить. Но я думаю это протестировать в конце. Покажу, что ещё. Значит, я взяла. Взяла вот этот вот шаг А. А, Б, С. Это три шага. Это мелкий такой пилинг для лица. Но А у меня уже заканчивается. А Б, С у меня ещё есть. Поэтому я взяла. При том, что каждый заказ есть ещё супер подарок. Какое-то одно средство можно взять со скидкой 70%. И вот если какое-то средство, то, что самое дорогое у меня из заказа есть, я беру со скидкой 70%. И у меня получается вот этот вот шаг А. Получилось очень дешево, недорого. Взяла ещё бальзам для губ. Это такой прозрачный. Но бальзамом дома я постоянно пользуюсь. Губы сохнут. Постоянно бальзамчиком пользуюсь. Но вот эти бальзамы вот этой вот серии, они там чуть-чуть есть, такой отличаются. По цвету они не отличаются. Но там для возрастных есть, там придающий объём и так далее. Я их все беру, чередую по очереди. В общем, они мне все нравятся. И они очень вкусно пахнут. Классно. Вот. Но взяла ещё губную, девочки. Взяла губную. Губная у меня такая, кажется, есть. Сейчас я посмотрю. Или нету. Не помню уже, какую заказала губную. А, нет. В такой упаковочке у меня нету губной. Вот она. Интересная такая. А это я взяла такой цвет. Вы видите, да, какие цвета я люблю. И этот цвет приближённый к тому, что у меня сейчас на губах. Попробовать его накрасить. Попробую сейчас. Я вытерла губы. Предыдущую помаду вытерла. Сейчас намазу вот эту. Очень хорошо ложится. Плотно ложится так на губы. Хорошо. И прямо она мне нравится. Даже я вам скажу. Как вам нравится такая помада? Так. Какой у неё номер? Номер у неё... 40... 945. Вот такая вот помада. 4945. Мне она нравится. Это матовая. Но я люблю матовые помады. Которые у меня вот прям вот... Ложатся на губы как прямо как надо. Всё. Будет у меня ещё вот такая. Компактная такая, хорошенькая. Так. Ну и что у нас с этими вот... С этими вот... Парфюмированные татуировки. Сейчас я почитаю, вам скажу, что тут написано. Почитала я, в общем, как это делается. Ничего сложного нету. Как обычные переводнушки. Знаете? В общем, вот эти татуировки называются... Тут вот такие вот рисунки. Котятки разные. Кошечки. Значит, первым делом нужно вырезать какой-нибудь рисунок. Какой нравится. Я не знаю, какой мне нравится. Ну вот, допустим, вот такой вырежу. Так. Дальше нам... В любое место на коже. Кожа должна быть сухой. Без масла, без крема. Нежирная, ничего. С этой картинки нужно удалить плёночку. Вот. И картинкой вниз нужно её наклеить. Приложить. Так. Разложите татуировку на коже рисунком вниз. Смочите татуировку водой с помощью спонжа. Прижимаю рисунок к коже. Взяла вот такую губку с водой. И, в общем, вот это вот... Буду сейчас вот так прижимать. Вот. Бумага, которая здесь, она уже смочилась вся. Мне кажется, вот детям это то, что поинтереснее будет. Хотя и молодёжь тоже с удовольствием это сделает. Ну ладно. Настёна придёт, я ей тоже обязательно сделаю. Мне вроде как по возрасту уже и как-то с котятами ходить не особо прилично, да? Так. Через 15-20 секунд удалите бумажную подложку. Попробуем. О! Прикольненько. И надо дать высохнуть. Дайте татуировке высохнуть. Всё. Высохнет. И понюхаем. А правда духи, да? Пахнет. Ну такой, знаете, лёгкий-лёгкий такой отдалённый запах. В общем, мне нравится, девочки. Для того, чтобы удалить татуировку с кожи, необходимо протереть её маслом и подождать. И, в общем, потом она легко удаляется. Так что я прям даже не знаю. Может быть, ещё несколько штучек себе сделать, а? Прям не знаю даже. В общем, я решила пока больше ничего не делать. Пока я похожу с этой. Она, в общем-то, пахнет. Ну такой лёгкий запах. Но я особо сильно духи-то не люблю. Поэтому походим, посмотрим. Так-то она уже высохла. Вот такая. Я думаю, с ней можно и купаться, плавать в бассейне там. Ну загорать, я не знаю. Это место останется не загорелым. Ну в любом случае, можно её удалить. Потом опять наклеить что-нибудь. И, кстати говоря, вот эти вот наклеечки Мурмур, там ещё запах был и валькирия. Там другие рисунки есть. Но я взяла одну на пробу. Я просто не знаю, нужно ли мне оно ещё или не нужно. Ну посмотрим. Может быть, понравится, закажу. Ну мне вот этот запах больше так. Я больше для Насти заказала, чем для себя. Ладно, девочки, в общем, всё прекрасно. Хочу вам сказать, сегодня мне в помощь был Фаберлик. Целый день с утра и до вечера, так сказать. И готовила я в посуде Фаберлик. И печку помыла, плитку помыла тоже средством Фаберлик. Стирала я сегодня, вот, кстати говоря, вот таким же вот гелем, да, стирки. И этот кондиционер тоже. Уход сделали мы сегодня. В общем, видите, у меня Фаберлик, как говорится, дома всегда есть. И вот взяла бутылочку, буду ходить теперь с водичкой. С водичкой в бутылочке Фаберлик. Всё, девочки, на этом я хочу видео своё закончить. Оно получилось длиннее, чем я ожидала. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. Какие у кого вопросы, я вам отвечу с удовольствием. Заказывайте, если вам что-то понравилось с Фаберлик. Очень много там интересных вещей. И одежда есть для дома, и посуда. И уход за домом, за лицом, за телом, за всем, чем угодно. Ссылочку я оставлю внизу. Как обычно, заходите по ссылочке. Обязательно, может быть, что-нибудь для себя и найдёте. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok